доброе утро у нас минус 2 опять мороз на улице прям холодно сегодня утром я чихнула и случайно прикусила этот зуб который у меня болит и боль так сильно начала расходиться и на верхний зуб и на нижний зуб я уже вообще не понимала как будто у меня все болит а хотя когда эта боль проходит вообще нет ощущения что болит зуб то есть даже прикусывать не так больно ну когда ты чуть-чуть нажимаешь после того как я чихнула и почувствовал опять эту резкую боль я приняла решение что само уже это не пройдет и надо идти к врачу сейчас я пошла гулять и видите позвонит врачу найдется свободное время и меня примут потому что я кушать нормально не могу я ничего делать нормально не могу и весь мой фокус внимания на этот зуб видите уже позвонил врачу в 11 30 назначили термин надеюсь что сегодня все я освобожусь уже от этой боли извиняюсь что я посвящаю вас в эту зубную тему но просто мой фокус внимания направлен сейчас только туда хочется поскорее уже от этого избавиться из-за этого я только про это и говорю есть такое ощущение что как будто бы мне делают какую-то очень сложную операцию и какой-то маленький процент что исход ее будет положительный потому что ровно то же самое мне делали с нижним жевательным зубом там тоже примерно все то же самое они мне очень много раз закладывали туда медикаменты один раз неправильно даже запломбировали что я через наркоз почувствовала боль и слава богу мне это все вытащили тут же я с этим не ходила в итоге у меня резко заболел верхний зуб они переключились на верхний вот сейчас мне уже три месяца делают верхний а нижний с медикаментами так и стоит ждет своей очереди он вообще уже наверно полгода стоит у меня с медикаментами кстати гуляя вот поэтому райончику здесь всегда так спокойно тихо какая-то вообще своя особая атмосфера и первый раз вижу что здесь продается дом потому что вообще мне кажется здесь очень-очень редко кто-то дом продает попрошу видите чтобы он посмотрел сколько он стоит я не знаю чего это зависит что мне никак не могут сделать этот зуб и плюс еще я думаю о том что нижний тоже его ждет та же участь что потом они его начнут ковырять короче блин дай бог мне терпение и сил прошла через лесочек вышла здесь такое замерзшее поле просто картина такая красивая ну кстати хорошая новость в том что я не чувствую страх что я пойду к зубному что там что-то мне будет делать а как будто бы правда что-то изменилось но просто мне хочется чтобы это все закончилось вот это вот желание но и сильнее всех других желаний такое солнышко сегодня яркое уже возвращаясь домой и где моя семья да то животик уже кушать просит о видите уже хлеб и спек сейчас пришла еще раз видите это все проговорила и просто как осознала что 7 месяцев назад это было в августе мне впервые до распечатали этот зуб хотя он мне принципе не болел ну ладно окей доктору видней она посмотрела что мне нужно пломбировать эти корни каналы и просто 7 месяцев прошло я до сих пор хожу с медикаментами на этом зубе это же самое сейчас на верхнем зубе блин три месяца прошло и в итоге у меня нет никакого результата я просто уже даже больше морально так устала от этого так хочется чтобы не эти два зуба сделали я просто забыла про это видите на меня насмотрелся и говорит блин пока у меня зуб не заболит ну именно корень то я туда вообще никому не дам лезть потому что такая история вот я просто не могу понять или это мне просто так не повезло или может быть это такие сложные операции которые прям вот ну вот так вот подолгу надо делать или что или мне надо менять врача я вообще я просто в недоумении что мне делать у нас на завтрак рис капуста тушеная и котлетки из оранжевой чечевицы в общем я решила не нагнетать обстановку думать о том что все будет хорошо все решится в мою пользу поэтому мы решили немножко отвлечься и позаниматься зарядкой она всегда спасает занимаемся по каналу ивана красавина выбрали тренировку для людей которые сильно сутуляться у которых уже именно прям деформация пошла вот мне кажется это в какой-то степени мой случай потому что чаще всего привычное мое положение тела это сутулая спина поэтому я решила сделать комплекс именно вот на эту проблему раньше это так сильно не бросалось глаза но после того как я родила мирона чаще всего ребенок был у меня на руках и постоянно мой взгляд направлен вниз и плюс еще в телефон я смотрю мой взгляд направлен вниз готовлю еду тоже мой взгляд направлен вниз и как вы понимаете за головой идет и деформация всего тела спины поэтому вот решили немножко поработать в эту сторону и кстати сразу после тренировки было ощущение что хочется ходить с прямой спиной я полежала в ванне собралась опять силами и иду сдавать пришли господи помоги мне чтобы это все быстрее заканчивается все я на месте ждем доктора свобода ура сейчас домой приеду все расскажу давай папу дать тебе пойдем наступила какое-то облегчение рассказываю что мне сказал доктор в общем он посмотрел честно говоря я думала что он сейчас будет это все доставать опять медикаменты мне положит и в следующий раз будет пломбировать но он поступил другим образом так как у меня зуб не сразу заболела только через день и он говорит что скорее всего там какая-то бактерия и организм должен сам побороть эту бактерию но если организм сам не справляется тогда он мне выписал дополнительно антибиотики мне нужно пять дней попить но так как я против категорически против таблеток антибиотиков я не буду за не хвататься я посмотрю как будет вести себя мой зуб просто я заметила что и так боль начала стихать то есть позавчера еще у меня зуб болел по пятибальной шкале я вчера он у меня уже на троечку болел сегодня он у меня уже на двойку болит но он болит только тогда когда я прикусываю и доктор немножко подпилил мне этот зуб чтобы на него не была такая большая нагрузка посмотрим как это все будет дальше выглядеть но пока я буду ходить до следующего термина и ждать пока все само успокоится в любом случае я немножко выдохнула я просила чтобы мне он сделал снимок чтобы посмотреть может быть там что-то видно он сказал что навряд ли мы сейчас что-то увидим это можно будет увидеть где-то только через две недели поэтому сейчас в общем все остается так как есть подпилил мне верхний зуб и про выписал антибиотики на обед мирончик опять выбрал рис а я подогрела себе суп из красной чечевицы я села покушать и сижу и сама себе смеюсь потому что как только я услышала слово антибиотики как будто бы даже мне уже и жевать не больно и просто я конечно не кушаю на ту сторону где у меня зуб болит но все равно я могу уже кушать по сравнению даже со вчерашним днем это просто небо и земля и кажется что да действительно я уже иду на поправку у меня все прошло то есть вот только я сходила к доктору он меня успокоил и подпилил мне этот зуб да может быть в этом и была причина что основная нагрузка была как раз вот на тот зуб который только сделали он немножко выпирал и тем самым забирал всю нагрузку на себя и вот случилось то что случилось но сейчас как будто бы все я выздоровела можно я пойду и как работает человеческий мозг и психологический фактор просто удивительно до этого я готовила себе супчики грибной чечевичные все такое что не надо жевать что можно быстро проглотить а как только вот мне стало легче я сразу такая хочу пиццу хочу хлеб хочу что-то такое что можно жевать мирончик достал свою старую игрушку из келлера когда он был малышом и в нее играл как ты думаешь какая сегодня погода гроза и дождь или без дождя пойдем сынок откроешь дверь спасибо дорожку только сынок не выбегай ладно идем к марине на занятия у нас сегодня последнее занятие февраля в апреле мы будем заниматься тоже только два раза потому что там будет пасха два занятия мы будем отдыхать и два занятия мы будем заниматься и остается у нас только май и все и лето каникулы ура смотри уже дерево украсили к пасхе классно до проголодался как они ползут потеряли котятки по дороге перчатки и слезах прибежали домой бегите домой кричите мама мама прости мы не можем найти перчатки вы потеряли перчатки вот дуйные котятки я вам ничего не дам по это побежали перчатки отыскали перчатки перчатки берите перчатки и смеясь прибежали домой мама не злись потому что нашлись перчатки отыскали перчатки спасибо мама понюхайте как будто кушать спасибо мама мы больше не не будем терять перчатки нашли перчатки вот сюда молодец ой-дюй-дюй посмотрите ой сколько здесь яичек нам зайчик приготовил играть ой садитесь быстрее ой садитесь быстрее ой сейчас будем смотреть все запомнили цели зажмурили глазки закрыли открыли какого не стало правильно молодцы так веревочку держать надо где твоя веревочка веревочку я буду закрывать яички сверху вот таким дуршлачком все яички когда ты не скажу тогда надо сразу убирать на себя веревочку тянуть 1 2 3 1 2 3 ты уже собрал одно яйцо классно где вторая половинка этого яичка соединяйте 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 кто нашел а а а вот тяжелая а а а а а а а а Зайчика надо Накручивай до конца Кому ты, зайчика, папе или бабушке подаришь? Все, сдала Мирончика бабушке Можно выдохнуть Я думаю, сейчас пойду по магазинчикам прогуляюсь Питин папа через пару дней едет в Калининград Увидится с моими родителями Я не знаю, у меня вообще нет идей, что можно передать маме и папе Пойду по магазинчикам прогуляюсь Может быть что-нибудь увижу Захочется мне купить, какие-то гостинцы передать Иду уже назад я с магазинчика Хорошо так прогулялась Была в ДМ, была в Лидл Была в Цеман Сейчас домой приду, покажу, что купила Не снимала, потому что уже руки были полные Неудобно Не было у меня никаких идей вообще, что покупать Но в итоге вот что-то собрала Завтра еще мы поедем закупаться Я посмотрю, может еще где-то что-то мне приглянется Дополню нашу посылочку Взяла тунец, можно в салатики добавлять Здесь три баночки Также взяла сардины в растительном масле В Лидл Это оливковое масло-спрей Чтобы прям не заливать сковородку маслом Немножко взбрызнуть и что-то обжарить Очень удобно Обжаренный арахис в две баночки Обычное печенье Овсянка мне попалась на глаза Хлебцы из чечевицы соленые Новые, кстати, появились в ДМ Я сама их еще не пробовала И такие же с кукурузой Взяла кухонные полотенчики маме Тоже попались мне на глаза Большая пачка бариллы Кедровые орешки Вот такие снеки погрызть Мирон их очень любит Я думаю, что у меня там есть еще брат и папа Погрызут вечером Не знаю, как у мамы обстоят сейчас дела с сахаром Кушает она или нет Но на всякий случай я сухофрукты ей подготовила Чернослив, курага и сушеный манго Эту коробочку вкусняшек я привезла с Египта Вот как раз у меня выдалась возможность родителям передать Травяной чай в баночке Ну и здесь запас сладостей, который Мирону дарят Хочу это тоже отправить Потому что надарят Мирону еще А нам столько сладкого не надо И пока я гуляла, у меня появилась такая идея Передать маме семена У нее же тоже огород У меня уже есть кое-какие запасы Может быть она захочет что-нибудь попробовать посадить Из этого В общем, передам ей тоже семена Себе куплю новые В Лидл взяла всем круассаны Сейчас попью чай, уберу и пойду за Мирончиком Я уже, честно говоря, никуда не хотела идти Я хотела просто остаться дома Но Мирончик сам не придет Поэтому надо Я обычно за ним выхожу в пол восьмого И уже темно-темно А сегодня я прям кое-как себя выгнала из дома Было восемь часов Вернее, сейчас восемь часов И сейчас до сих пор еще светло Настолько день прибавился Забрала Мирончика Мы еще у бабушки так долго посидели Сейчас уже у нас уши, наверное, начало десятого Сегодня мы прям припозднились И дождик пошел Пойдем домой спать Всем спокойной ночи и до завтра